Всем привет бада! Сегодня с вами Санёк. Кипаса пацаны, кипаса, да? Сказал бы так Саня. Офига себе, ребята, прикиньте. Мост ремонтирует, объезд довольно-таки нормальный. Офига себе тут камни. Ну, здесь я точно не поеду по таким камням. Смотрите, какая зеленая прям вода вообще. Прикольно, прикольно. Гуща, секция ПО. Карбон, что ли, смотрите, ребята. Нормальный такой профиль. Смотрите, даже не металлический. Карбон. Ну, не карбон, конечно. Че там? Водичка зеленая, да. Здесь, конечно, я не поеду. Не, ну, можно, конечно, но там просто камни, блин, в конце. Ну, не хочется мне по камням лехать. Вон, там люди объезжают. Ну, да, в принципе, небольшой объездик такой. Жесть, пацаны, прикиньте. Вот так вот, если скатиться туда, только представьте. Вообще, да, трэш? Реальный трэш так-то. Ничего себе, здесь сегодня ветрище вообще такая бешеная стоит. Такой сегодня дикий ветер. Вот как я выехал, он сегодня целый день прям. Редактор субтитров А.Семкин Блин, зачем я здесь поехал? Здесь пыличи, блин. Мне лучше надо было по камням там проехать. Вообще, камни одни, блин. Гравий. Прикольно, да, такое озерцо. Речка. Заводь. Да, не люблю по щебенке ездить. Вообще, ужас. На планетке я еще катался. Ну, а на Урале так вообще там, джига, столько в пол. Говорит, я открутил, он прям прет. Ну, как сегодня, что, здесь только что-то было? Или прорвало? Вот что, ребят, значит, коллектор обмотанный термолентой. Еду на первую, на первой скорости уже сколько времени, считайте. Весь объезд еду на первой. Всего лишь на 4 градуса температура поднялась. Вот, на 5. Было 80. Так что, термолента рулится. Нифига себе, а вот этот мост. У меня тут приколы, где такое местечко, да, блин. Вот, ребятки, температура выросла ровно на 10 градусов. Я ехал весь объезд на первой скорости. А если бы я ехал бы с необмотанным коллектором бы, термолентой, да, она бы выросла бы у меня на эти дни сеграцию спустя бы, наверное, не знаю, 2 минуты. Потому что там жара идет такая от коллекторов. Просто пипец, блин. Он жарит радиатора. Радиатора, между прочим, очень близко. Вот, ребята. Здороваются, молодцы. Здороваются, молодцы. Здороваются, молодцы. Ребята, пробираюсь. Уже минут 30 только пробираюсь на первой скорости. Вот такое красивое местечко. Сейчас мы дальше все посмотрим. Семерочка стоит такая, тюнинг. Здесь просто дорожки не для спортухи, не для спортухи. А, ну все, там уже не проедешь, там уже тачка стоит. Или там все уже, там обрыв, хотя не можно проехать. Хотя прикольно, что. Кайфово, собачка добрая. Вот жалко, что, конечно, люди мусор за собой не убирают в таких красивых местах. Все оставляют. Это очень печально, конечно. Ну, блин, а что здесь, нормально? Прикольно. Прикольно. Там делают, походу, шпили-вили в этой ниве. Вообще, я таз. Шпили-вили. Так, не упадет мотик-то. Вот так вот, пацаны, вот так вот, ребята, такое красивое место, чтобы до него добраться, нужно очень много проехать. Вообще, можно поплавать, конечно, но, блин, сегодня прохладненько, плюс 23 всего, с холодным, ну, не то, что с холодным ветром, с таким прохладным ветром. Вот такое большое озеро, его разделяет такой берег, а там оно прерывается посередине, там, ну, оно соединяется между, оно соединяется между собой. Прикольно. Такое озерцо. Вот там пляж. Ветер такой стоит. Там волейбольчик, можно потусить. Играть. Это вообще очень много я проехал, можно сказать. Вообще, блин, вид прикольный, конечно. Прикольный такой вид. Сейчас дальше попробую пройдусь, что там вообще. Играет. 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 Так, ладно, ребята, не буду мешать заниматься спортом в этой Ниве. Тренируйтесь. Наслаждайтесь. А я чуть-чуть отъеду от вас. Так, чуть-чуть прям отъеду. У меня уже 75 градусов, движок подостыл маленечко. Играет. Там дальше обрыв. Она соединяется. Оно соединяется, вернее, это озеро. Меж собой. Опа. И там они встали и, короче, тренируются. Ну, занимаются спортом на заднем сидении автомобиля ВАЗ-21. Прикольное местечко такое, да. Ну, здесь все вот, две машины стоят здесь вот. Они здесь, ну, это, вы поняли, шпили-вили, ребята, шпили-вили. Друзья, что бы вы ни говорили, но вот это место мне очень нравится. Вообще, можно посидеть, можно порыбачить. Но сейчас ветер, рыбалка не получится. А так, здесь клюет очень много рыбы. Очень много рыбы здесь клюет, когда ветер особенно в другую сторону. И, блин, когда штиль, у вас поплавок стоит на месте. И вообще прям клев просто изумительный. Местные рыбаки говорят, здесь очень много рыбы. Прикольное место. Да, что бы сюда мне было добраться, что, вернее, блин, что мне стоило сюда добраться. 30 минут на первой скорости по песку, по грунтовке, по щебенке. Вот что мне стоило сюда добраться. И почти сотни километров. Почти сотни километров по асфальту. А оно стоит ведь того, да, ребят? Если оно стоит того, ребята, поставьте палец вверх и подпишитесь на мой канал. Всем спасибо, друзья. Всем удачи. Вот такой вот был видосик. А я здесь сейчас, вот, наверное, в том месте разожгу костерок. Пожарю хлебушек с солью, вареники, вареники с картошкой и грибами. Я перешел на, ну, в летнее время на диету маленько сел, да, на такое здоровое питание. Вот, исключил мясо, решил для себя попробовать. Посмотрел фильм «Переломный момент», называется, с Арнольдом Шварценеггером. И вот, после этого фильма что-то меня настигло. И я уже два месяца сижу на диете без мяса, без яиц, без мясного бульона в супе, вообще без котлет. Нет, вообще, все мясное абсолютно исключил, прям на сто процентов. И, кстати, я чувствую себя нормально. И в этом фильме, так скажу вкратце, когда вы садитесь на такую диету, во-первых, вы, как бы, становитесь таким поджаром, да, обретаете такую форму, и у вас увеличивается ваша собственная выносливость в несколько раз. Допустим, вы могли отжиматься 30 раз, а теперь вы сможете спустя полгода отжиматься 100 раз. Вот, ребят, вот как-то вот, блин, посмотрите этот фильм, очень-очень советую, друзья, «Переломный момент». Посмотрите его, он и на ютубе есть, он везде есть, и вконтакте он есть, и везде. Ну, а я, ребятки, сейчас буду отдыхать. Блин, еще время позволяет, пока темнеть не собирается, блин, вообще прям кайфанул. Кайфанул сейчас. Как всегда, беру с собой рюкзачок, как всегда, я уже привык. В общем, готовлюсь к путешествиям на мотоцикле или же на машине, посмотрим. Но душа у меня лежит к мотоциклу. Моя любимая Хондочка, ребята. Всем счастливо, всем пока, всем до свидули, и всем до скорого, ребят. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok